ПАВЛА, МАКАРИЯ, ИЛИИ, ДАНИИЛА Мир и благословение Божие да пребывают с Вами, дорогие именинники, светлой Вам радости, ангельского дня, помощи Божией во всех Ваших добрых делах и благих начинаниях. 1 марта. Начало весны. Весны календарной. Духовная весна началась уже больше недели. Сегодня святые отцы именуют Великий Пост весной души. Душа оживает, душа расцветает. В ней вновь проявляются добрые духовные силы. Оживают для плодоношения Богу. Сегодня святая церковь совершает память священномученика Памфила. Жил святой в начале IV века. Родился в Берите, в Кесарии Палестинской, где затем и служил священником. Получив прекрасное образование в Александрии, он занимался изучением священного писания, сличал тексты Нового Завета, исправляя места, испорченные переписчиками. Сам переписывал рукописи и раздавал их всем желающим. Долго и много трудился он над этим делом и собрал в Кесарии большую библиотеку священных книг. В то же время, отличаясь благочестием, он раздал свое богатство бедным и посвятил себя распространению истины и христианского просвещения. Эти подвиги не прошли ему даром. В правлении Диоклетиана его потребовали к суду и после истязаний бросили в тюрьму, где он пробыл два года с двумя христианскими исповедниками, диаконом Валентином и Павлом. В то время гонение на христиан страшно усилилось. Несчастных христиан, измученных пытками искалеченных, с выколотыми глазами, с подрезанными жилами в ногах, гнали накатажные работы в рудники. После двух летнего заключения Памфила повели на казнь вместе с его сокамерниками. Пытки мучеников и твердость, с которой они переносили страдания, открытые исповедуя Христа, привлекли к ним многих последователей из народа, добровольно объявлявшими себя христианами и принимавшими казнь. Святой Памфил вместе с двойнадцатью другими мучениками был казнен в 308 году. Один знакомый бизнесмен как-то рассказал такую историю. Историю своей жизни, как однажды в Москве, встретившись с своим товарищем по бизнесу, в небольшом ресторанчике, он, будучи сам мучим вопросом, попросил своего коллегу по бизнесу ответить на простой русский вопрос. Говорит, давай, пока ты тут будешь разливать коньячок, я тебя поспрашаю. А ты как на душе есть, так и отвечай. Хорошо. Немного недоумевая, ответил его товарищ. Разливает коньяк, спрашивает, зачем ты это делаешь? Он говорит, как? Ну так, чтобы нам с тобой было хорошо. Зачем? Чтобы нам с тобой было хорошо. Ну, чтобы мы лучше друг друга поняли, чтобы в делах у нас был. Это успех, согласие и взаимопонимание. Зачем нам с тобой успех и взаимопонимание в делах? Ну как? Чтобы бизнес приносил результат, чтобы больше заработать денег. А зачем нам с тобой больше денег? Ну как? Чтобы свою семью кормить, чтобы детей учить. Ну, чтобы все было хорошо. А зачем? Чтобы нам с тобой все было хорошо. И вот здесь уже не каждый человек может дальше эту цепочку проследить. Потому что очень скоро мы упремся в то, что дальше всех ожидает одно и то же. Болезнь и смерть. Ну или в редких случаях скоропостижная смерть. Или в результате катастрофы. Или в результате тяжкой болезни. Ну или по иным каким-то причинам. Зачем? Все, если жизнь заканчивается смертью. Вопрос абсолютно непраздный. Очень важный. Принципиальный. Один из моих знакомых попытался поспрашивать у своих однокурсников, товарищей, знакомых этот извечный, дурацкий русский вопрос. Зачем я живу? В чем смысл жизни? А потом пришел потрясенный. Говорит, опросил несколько десятков человек. И никто всерьез ничего не сказал. Кто-то отшучивался, кто-то пальцем у виска крутил, кто-то плел что-то, ну, надо от жизни взять все, надо все попробовать, надо пожить, живем один раз, ну, что-то типа такого. Кто-то вспоминал дом построить, дерево посадить, сына воспитать. Ну, и прочую, и прочую ахинею, которая к смыслу жизни по большому счету отношения не имеет. Человек, который не знает, зачем он выполняет какую-либо работу, очень скоро придет к состоянию пустоты, тоски и уныния. Ну, собственно, к тому состоянию, в котором и пребывает наше счастливейшее общество. Почему это заметно? А потому что человек все время ищет развлечений. Вино, кино и домино. То есть человек ищет, чем бы отвлечь себя от той пустоты, которая находится внутри меня. И когда я остаюсь один на один, самим собой в тишине на полчаса не становится невыносимо тоскливо. От того, что вот там вот внутри, в моем сердце, там жить-то ведь нечем. Все интересы, они вокруг. Поэтому хочется включить телевизор, позвонить другу, взять газету, пойти проветриться, отвлечься. но очень скоро вся вот эта внешняя суета, она отойдет на 28 план. И останусь я, то есть моя душа и то, что в ней. Да, и еще будет Господь. Но отношения с Богом, их ведь необходимо настроить, потому что можно прожить жизнь и остаться абсолютно равнодушным, пустым и мертвым к жизни духовной. В чем здесь проблема? Самое дорогое, что есть у человека, это его жизнь. И прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно, больно, за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор. Можно прожить жизнь, как старушка из сказки о рыбаке и рыбке. много возможностей было у бабушки. Дворянка столбовая была царицей. Столько можно добрых дел было бы совершить при правильном понимании смысла и цели жизни. Для чего ей все это было дано? А человек как-то был сориентирован исключительно на потребление. Больше, качественнее, все повышать и повышать уровень жизни. И в результате, естественно, разбитая корыта своей собственной души. В чем смысл жизни? Ну, по идее, на этом мы с вами и должны остановиться. Давайте на этом и остановимся. По крайней мере, до завтра, чтобы подумать, пошевелить тем, что у нас в голове есть, попытаться как-то сформулировать свой ответ на этот вопрос. Зачем я живу? Помогай нам, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok